Можете сказать, что колокольня этого монастыря до того, как ее разрушили в 19-м году, считалась второй по высоте колокольней после колокольней Московской Фемии. Вернее, колокольней Панны Великой. Можно оказаться прямо вот этих древних стен. Ну такие уж они и древние в Крымском. Сами основания явно вверх приблизить на 17-м, все что выше, скорее всего, было реконструкция 18-го, от 18-го до 19-го века. Но все равно круто сделано, мне очень нравится черепиться в самую башню. Только ее не видно отсюда. А? Только ее почти не видно отсюда. На другое аж не видно, не идентично. Еще кое-что интересное. Видишь вот это строение с обычной домовой крышей, так скажем, острых? В общем, приблизительно так, как это строение, ну, нужно подойти поближе, чтобы понять, выглядела грандовитая палатра древность. Во всяком случае, на изображениях, на гравюрах 16-го века, в середине 16-го века, примерно, на 1556-х годов, это дата издания книги Сигизмуна Герберштейна. Там карта, которую, ну, не он, конечно, нарисовал, но, которой он доверял. Там, как раз, изображалась вот эта палата, это четырехэтажное здание, такого толстого крыша, грузина, или в счетах, потому что нынешняя грандовитая палата, которая находится в московском Куле, она несколько по-иному выглядит, потому что я там в 17-18 веке несколько переделал ее в окна, прорубили подругу, в общем, передачу. Субтитры создавал DimaTorzok История обросла мифами, а один из мифов, то, что специально его отрезал, нет, он случайно. Случайно как можно отрезать эту пачку? Ну, понимаешь, это зависит от человека. Если человек очень экспрессивно ведет себя во время какой-либо работы, он просто, по-моему, замахнулся по стопу, очень сильно не может отрезать себя. Я бы сказала, что это очень сложно сделать. Да нет, я, скажем, завинчивал как-то винтик и чуть ли глаз, я отверганил. Потому что просто она соскочила, и полон не вот сюда. Это было классно. А-а-а. Субтитры создал DimaTorzok 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 Субтитры создал DimaTorzok